Друзья, всем привет! 3 января нет сил больше лежать, праздники новогодние продолжаются, с чем я вас сердечно поздравляю! 2019 год вот он наступил, и в этом видеоролике мы сделаем обзор на автомобиль CX-5 за год владения машину моего друга. И кто-то скажет, как ты надоел уже со своей Маздой? Друзья, она не моя, она ваша, я ее уже давным-давно продал. Этот автомобиль купил мой друг год назад, по ПТС автомобиль 2017 года, то есть была сделана такая многоходовочка. В 2018 году купил, чтобы скидочку получить, 1 миллион 970 тысяч рублей, 2 литра, Суприм, практически топовая версия. В подарок дали зимнюю резину, но не шипованную, дали различного рода вещи, типа защита картера, решетка, подкрылочки поставили. В общем, такие мелочи, которые, с одной стороны, приятны, потому что они просто-напросто идут бесплатно. Задаю другу вопрос, почему именно CX-5, почему не что-то другое? До этого они ездили на Kia Sportage, посмотрели на автомобиль, нужен был автомобиль до 2 миллионов рублей, а еще лучше, как обычно, там, до 1,5 миллиона рублей, но с полным приводом, паркетничек, чтобы можно было передвигаться. На тот момент у них был один ребенок. Посмотрели, вроде бы симпатичная, по интерьеру приятная машина. Я ездил на тот момент на Мазде, хвалишь ее, да вроде бы нормально, не сыпется, выбор пал в ее сторону. С чем столкнулся владелец за один год? Ну, давайте начнем с мелочей, или, так скажем, с минусов. Вот смотрите, когда только появился автомобиль в продаже, многие люди, кто первыми их купил и проживали на севере, начали поголовно писать и рассказывать про одну и ту же проблему, а именно, просыпаешься утром, заводишь машину, а? А? Вот ты видишь, совсем другой уровень, не читай, не читай, вот этому. Ну да бог с ним. Просыпаешься утром, заводишь автомобиль, он дико вибрирует. Можешь час его прогревать, в автомобиле уже Африка, едешь по дороге, вибрация просто бешеная. И никто не понимал, с чем это связано, потому что, обращаясь к дилеру, ответ получали вот такой. Все нормально, ничего не видим, особенно, когда автомобиль у дилера есть и постоит, там, полчасика, часик он согреется, все. Проблема была, и, насколько я знаю, остается с опорами двигателя. То есть, они мерзнут, с этим должна Мазда разбираться, соответственно, как этот вопрос решать. Но я вам могу с точностью сказать, что вопрос этот на сегодняшний день никак не решен. Все, кто живут на севере, все, кто купил автомобиль, все так же продолжают сталкиваться с этой проблемой. Но мы живем, Москва, Московская область, соответственно, у нас таких диких морозов не бывает, слава богу. Поэтому с такой проблемой он не столкнулся. Мотор 2 литра точно такой же, как был у меня. Заправляет он его 95-м, но сейчас, говорит, акция идет на Газпроме. 95-й G льют по цене 95-го, в общем, льет он его. То есть, ни 98-й, ни 100-й. Вопросов ноль. Ни разу ни чеки не вылетали, ничего там не вибрировало, ни ошибки не выдавало. То есть, ездит нормально. Все, что он здесь делает, заливает только омывающую жидкость, как на некоторых других японских автомобилях. 2 ТО прошел, в среднем 12-14 тысяч рублей. Двигатель 2 литра 150 сил, на такой автомобиль с полным приводом не хватает откровенной мощности. Но когда один передвигаешься, плюс-минус еще как-то машина едет. Но не забываем о том, что у владельца есть дети, поэтому он передвигается крайне аккуратно. Оптика. Когда я пересел на этот автомобиль, это был первый автомобиль, на котором была установлена диодная оптика. Говорит, включил вечером ближний, подумал, что включил дальний. Включил дальний, охренел, выключил фары, включил противотуманки. Ездил на противотуманках нормально. Шутка. Но факт в том, что оптикой доволен. Ну действительно, у Mazda свет, ну диоды, блин, парни, особенно сейчас зимой, включишь, когда фары чистые, освещают очень хорошо. То есть это не чита какому-то ксенону. Хотя некоторые говорят, а даже если посмотреть, то ксенон на начальных этапах, когда лампочка свежая, он действительно светит ярче. Но при этом диоды живут гораздо дольше. И даже вот у меня на Mazda с пробегом 130 тысяч никогда не выключал ближним. Всегда катал с ним. В ночное время освещение было достойное. Здесь оценочка 5 баллов. Когда он покупал автомобиль, он, скажем так, успел запрыгнуть в вагон уходящего поезда. А именно, тогда заканчивались как раз-таки предложения хорошие на автомобили с большими скидками. Но действительно, ведь было время, когда можно было прийти за наличие купить CX-5 со скидкой 100-150 тысяч рублей. Некоторые дилеры вдобавок давали сразу автоматам резину. Такое время было, но оно, к сожалению, прошло. На сегодняшний день прийти купить автомобиль и получить на него какую-то грандиозную скидку, ну, пока что тяжело. Он покупал автомобиль в кредит. Кредит честный. На один год. Каска по кредиту. Угон Total 41 тысяча рублей. Вот сегодня предлагают продлить угон Total 21 тысяча рублей. Это, к слову, о том, что некоторые говорят, чего угон Total на Mazda стоит 80 тысяч. Да где вот такие цены находите? Вот находим. Все действует, работает. Пожалуйста. Известная проблема у автомобилей Mazda – это электромоторы складывания зеркал. Он, кстати, с этой проблемой столкнулся. Один раз ему поменяли по гарантии. Сейчас начал барахлить, опять-таки, правое зеркало. Тоже будут менять по гарантии. У нас есть также друг, у которого Mazda 6. И мы, если не ошибаюсь, уже три раза меняли. А может, уже даже и четыре раза по гарантии меняли моторчики. С одной стороны мелочь, а с другой стороны, ну, вот оно надо, да, кататься, там, мотаться в сервис, чтобы это меняли. Нафиг это нужно. Проблемы есть. Я, к счастью, с ними вообще не столкнулся. Щетки. Я прекрасно понимаю, что это больше проблема щеток, потому что, ну, не автомобили. Ну, хотя, что, Mazda же ставят, правильно, щетки? Херовые. Вот сейчас в такую погоду постоянно места остаются от чистки. То есть, если сейчас включить дворники, там будет полоса оставаться, здесь будет полоса. То есть, неплотное прилегание. Как правило, люди говорят, что покупайте другие щетки, они есть более плотные, которые лучше присасываются, чистят лучше. Покупая новый автомобиль, каждый из нас начинает слышать малейшие звуки, низкие частоты. Ему начинает казаться, что, блин, что-то не так. Так и было с моим другом. Когда он купил автомобиль, пошли холода, помыл машину, выехал на трассу, едет. Какой-то звук происходил такой, знаешь, тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук по крышке постоянно бьет. Не может понять, что происходит. Вот эта резиночка, дренаж, скажем так, который здесь идет, он когда мерзнет, попал туда лед, замерзла. И то есть, получался такой неприятный звук. Такое бывает, знаете, еще иногда бывает, когда машину новую прям поможешь, как новую, вообще чистая машина стоит у тебя зимой. Выезжаешь по неровностям, ездишь, такой скрежет, скрип идет. То есть, ну, тупо от воды. Потому что в летнее время такого не бывает. Кто-то покупает автомобиль, он один на нем будет ездить, только водителем. Некоторые покупают автомобиль, будучи еще вообще неженатыми, там, с девушками знакомятся, катаются. У кого-то есть дети. Вот у моего друга на момент покупки был один ребенок. И поначалу вроде бы было достаточно. То есть, смотрите, в автомобиле стоит детское кресло. Сзади сидит мама, папа сидит за рулем. Они передвигаются, и вроде бы было бы нормально. Багажник есть, достаточно было положить коляску, всякую такую, знаешь, ну, нужную, скажем так, утварь для передвижения. Сейчас у него появился второй ребенок, с чем я его, конечно, сердечно уже поздравил. Но факт в том, что места становится мало. Сам по себе он такой, знаешь, вкачанный такая шайба, такой здоровый, прям как Шварценеггер. Шучу, конечно. Он такой высокий, в общем, крепкий парень. И он отодвигается назад сильно. Соответственно, места в машине для них уже становится мало. Ну, посмотрите сами. Колясочку положить, одно, второе, третье, все, багажник маловато. Я у него спрашиваю, как? Тесновато. Вот уже становится тесновато. И это будет важно как раз тем, у кого двое детей в семье. У нас есть также друг, у которого двое детей. Он ездил на Кашкае. Сейчас он пересел на Kia Sorento Prime. Вот я у него спрашиваю, на что пересел Kia Sorento Prime. Видимо, общались где-то, понял? Вот эти терочки были. И пришли к общему выводу, что этот автомобиль маловато. Но так оно и есть. К примеру, если бы была CX-9, вопросов бы не было вообще. Там места больше, там есть третий ряд. Но на двоих-троих машина пойдет. Опять-таки, молодежная машина. Знаю многих людей, которые в одиночку катаются на тачке. И вообще, горе не знают. Для них место вагон в машине. Руль. Я помню, когда он только его купил. Да вообще, когда ты только покупаешь новый автомобиль. Блин, руль прям такой кажется, знаешь. Какой-то более дорогой. А сейчас он уже такой затертый. И я прям вижу, что вот в этих местах уже швы начинают затираться. А это говорит о том, что тысячам к 50-60 он начнет здесь как бы облазить. Соответственно, у некоторых бывает здесь еще руль начинает лезть. Но пока еще пробег не такой большой. Но я думаю, он с этим столкнется. И это, опять-таки, тоже гарантия. Вот эта часть автомобиля, да, глянец. Ну, понятное дело, там крошки, царапки. Дети скажете, вот сами виноваты. Но с другой стороны, вот если бы вот это сделали какого-нибудь матового. Либо с каким-то таким покрытием более стойким, защитным. Было бы куда приятнее. Потому что покупаешь автомобиль, да, мы всегда об этом говорим. Ой, все блестит, все классно. А потом получается такая картина. Сидения. Вот я вам сейчас их показываю. Прям видно, что стали изношены. То есть такие заломы появились, царапины. То есть сиденье, такое ощущение, как пробег большего автомобиля. Это тоже печально. Это тоже неприятно. Потому что при продаже, там, года через 3-4, придет какой-нибудь автоподборщик. И скажет, ну, не знаю, что-то руль у вас затерт. Сиденье, наверное, пробег кручный. Нужно будет доказывать. Спрашиваю, что нравится. Он говорит, ну, что нравится. Как на дороге стоит машина, нравится. Шумоизоляция нравится. И в целом интерьер приятный. Поехали с вами прокатимся. Обратите внимание, 3 января. И вот последние дней 10 каждый день практически идет снег. И что получается? Вот дорога, да. Многие пишут, типа, а, блин, это разве каш вот у нас там в городе. Парни, согласен, то, что есть города в России, где дороги не чистят вообще. И на дорогах стоит такая жесткая ситуация. Но не в этом суть. К чему я это веду? К полному приводу. Вот здесь полный привод, вот то, что нужно как раз-таки для передвижения в такую погоду. Сел спокойно, вот мы сейчас к магазину подъехали, там каша примерно сантиметров 20. Раз, выехали, все, вот, там съехал куда-то там, если там частный дом, в дом к себе заехал, в деревню съездил. Но куда-то на бездорожье ехать, здесь даже никаких вот принудительных блокировок нет. На дачу доехать, в принципе, можно сегодня абсолютно на любом кроссовере. И это самое главное. Спрашиваю, что еще бывает? Ну, иногда вылетает косяк с ключом. То есть, заводит автомобиль, садится в машину, пишет, что ключ не найден. Хотя ключ лежит здесь, машина заведена, но ключ не найден. Такое бывает, такое бывало и у меня. Но, в принципе, вроде бы ездишь, передвигаешься, раз через раз с этим сталкиваешься, вроде бы и не напрягает. Многие ругают систему старт-стоп. То есть, останавливаемся, автомобиль автоматом глохнет. Тут обратите внимание, она у нас сейчас включена. Вот мы остановились, да, на светофоре стоим, и машина работает. Вот я дожимаю тормоз, вот теперь она заглохла. Все, кто пользуется данной системой, постоянно недовольны, говорят, да нафиг она нужна, постоянно ее отключать нужно приходится. Друзья, попробуйте плавненько, ножка останавливаетесь, не додавливайте до конца сильно. Вот если вы плавненько нажимаете, машина останавливается, и система не срабатывает. Если вы дожимаете в пол уже, так скажем, сильнее, тогда она глохнет. Такой легкий лайфхак от блондина. Отпускаем, заводится. В общем, в принципе, не знаю, жить с ней можно, была бы она у меня, я был бы, наверное, даже доволен. Расход топлива составляет на средний 9,8 литра. Ну, то есть, условно, 10 литров на 100 километров пробега. Друзья, поймите правильно, суть этого ролика не просто вам что-то порассказывать про машину, а донести до вас важную информацию, что покупая новый автомобиль, это не говорит вам о том, что все, вот вы работали, работали, старались, взяли кредит, купили автомобиль, и теперь все, можете кататься, передвигаться, наслаждаться. Вот у автомобиля 32 тысячи пробег, 10 литров средний расход топлива. По калькулятору считаем, получается примерно, что при цене 45 рублей за литр, он отдал 145 тысяч рублей на бензин за год. Сюда же добавляем обязательно каско. Сюда же обязательно считать нужно резину. Хорошо, что ему повезло, что ему подарили резину, но в любом случае, вот ты ее же будешь покупать. 19 колеса, плюс 50-60 тысяч рублей. ОСАГО считать нужно? Нужна постановка на учет. Платные парковки, мойки, омывайки, в общем, список получится очень большой. И в первый год владения новым автомобилем, подчеркиваю, вы потратите примерно 250 тысяч рублей. Я внизу прям по пунктикам распишу все пункты, про которые я сказал. Посмотрите, посчитайте на вашем примере, напишите, сколько у вас эта цифра получается. Опять-таки, не забываем о том, что за год автомобиль, как правило, 15-20% теряет в цене. Это еще хорошо, что сейчас, как бы хорошо, в кавычках, что он купил за миллион 970, а ценник на автомобиле сейчас начал расти. Таким образом, из-за экономики не так много он как бы потерял. Но в любом случае, вот смотри, год покатался, двое детей стало, да? Теперь что нужно делать? Машинку уже вот маловато, тесновато. Продать, купить новую побольше, опять-таки денег отдавать, опять будет новая резина. А дадут ли там, не дадут, все вопрос. Поэтому, друзья, прежде чем покупать автомобиль, всегда берите калькулятор. Не забывайте о том, что отдать бабки, это еще не конец. Весь год ты будешь бабки только отдавать, потому что тачка, она требует содержания. Друзья, вот таким получился данный видеоролик. Переходите в описание, смотрите первый закрепленный комментарий, берите калькулятор и считайте, в какую сумму вам обошелся ваш автомобиль за год владения, за два года, за три года. Не забывайте о том, что нужно подписываться на инстаграм нашего канала, потому что там всегда выходят только свежие новости. Подписывайтесь на сам канал, впереди у нас много роликов, будем стараться, будем работать. Вот сколько есть, вам рассказать, показать. У меня на этом пока что все. До новых встреч, всем пока-пока. Вот все кроется в мелочах, казалось бы, шильдик Sky Active Technology, а шильдик у нас разваливается. Вот эти черные элементы из некоторых букв уже подлетали.